Находясь вдали от Якутии, все сильнее чувствуется тоска по родине. Хочется скорее оказаться на ее зеленых просторах, вдоволь надышаться чистым воздухом и утонуть в теплых объятиях своих родных. Такой мы чувствуем Якутию, свою родину. А какой ее видят французы Орельян Бланк, Коста Убрери и прекрасные гости из Башкортостана, Азалия, узнаем прямо сейчас. Мы только что посмотрели видео, и пейзажи очень красивые, скалы и особенно озеро. Также праздник, где все в белом. Природа очень красивая, мне все понравилось. Вообще, у меня, наверное, куча стереотипов о Сибири, совсем чуть-чуть. Мы всегда представляем себе Сибирь почти пустой и постоянно в снегу. А когда видишь все эти кадры огромного города, приходишь к выводу, что документальные фильмы фокусируются больше на пейзажах и стараются показать пустынную Сибирь. А на самом деле все совершенно не так. Но больше всего впечатлил большой праздник, что-то вроде Нового Года. С этой большой, я не знаю, как это правильно называется, большая деревянная колонна. А ну да, именно она. Впечатлили кадры, когда много людей стоит вокруг и танцует. Я ничего не понимаю, а ты? Это очень быстро. Природа красивая, ритм бит приятный. Не знаю, что еще сказать. Он говорит о супергероях. Да, музыка к фильму. У меня такое впечатление сложилось. То есть очень качественный материал, очень качественные фильмы, клипы, музыка, фильмы, даже трейлеры, которые я вижу. Я под большим впечатлением. В моей республике я не могу таким похвастаться, чтобы у нас были там какие-то интересные фильмы. Если Якутия продолжит делать такие фильмы, мне кажется, это не только подчеркнет самобытность народа, но и повысит в целом киноиндустрию в России. Национальная кухня также многое может рассказать о регионе. Наших гостей из Америки, Неда Гарви, Валентину Микелотти и ирландца Кевина Аконнера мы угостили якутскими блюдами. Сначала попробую просто так, а потом с солью и перцем. Мне действительно это нравится. Она имеет интересную текстуру. Замороженную рыбу я никогда точно раньше не пробовал. Она не имеет резкого вкуса рыбы. Мне нравится такой вкус. Я бы ел такую рыбу. Она как лед. Но она еще очень холодная. Наверное, из-за этого я чувствую лед. Это намного холоднее, чем я ожидал. Вы едите такую рыбу прямо из океана? Ммм, это довольно вкусно. Да. Ну, я ел это в Финландии, в Северной Финландии. Да, но это вкусно. Но я думаю, что это немного обычная еда. Это не странно. Это может быть странно с рисом, но это вкусно. Ну, я американец, конечно, мне очень нравится жирная еда. На вкус похоже на говядину. Это обычное дело, что всегда только рис и мясо? Или добавляются какие-нибудь специи или травы? Только соль обычно. Мое небо не так оккультурено, так что не пресекаю быстро. Не могу различить оленину от говядины. Но да, на вкус немного другое мясо. И да, это вкусно. Посмотрим, посмотрим. Очень странная текстура. Это неплохо. Это неплохо, но я бы не стал его есть дома или каждый день. Другие два блюда, которые я пробовал, я мог бы есть каждый день, но вот это блюдо нет. Кажется, я догадываюсь, что это... Это кишки? Да. А кишки оленя или коровы? Коровы. Они выглядят маленькими для коровы. Ммм, да, действительно, они маленькие для коровы. Они такие тонкие, но... Я не знаю. Ты хочешь, чтобы я еще их съела? Если не хочешь, не надо, не заставляй себя. Ты уверена? Нормальное блюдо. Я думал, что вкус будет ярче. Конечно, надо немного дольше жевать. На вкус как крем из яичных белков или сливок. Но похож на какой-то джем или фрукт. Да, мне это нравится, но я бы не догадался, что это блюдо из молока. Это из кобыльевого молока или из коровьего? Из коровьего. Я спрашиваю, потому что он очень легкий, воздушный. Удивлена тем, что оно не жирное. Очень хороший. Вкусный. Очень вкусно. Где я могу это найти в Санкт-Петербурге? Нет, ты можешь сделать это в домашних условиях. Для меня рыба – обычная еда, или к рыбе отношусь нейтрально. Но эта рыба мне очень понравилась, я бы хотел купить ее. Пирог тоже очень понравился, учитывая, что я много где побывал и пробовал похожее блюдо. Например, в Финляндии, в Канаде, в Аляске. Но эти блюда определенно в списке лучших. А вот это мне очень понравилось. Мне очень понравилось это. Еще раз, возможно, попробовала бы рыбу, хан, а пирог абсолютно точно еще раз попробую. Но мне все понравилось. Я бы воспользовалась каждым шансом, чтобы купить где-то или попробовать их еще. В некоторых странах, если нужно, то вы можете с собой взять еду на улицу на вынос. Могу я что-нибудь взять из этих блюд? К сожалению, нет. Это не та еда, которую принято есть на улице. Хорошо, можно я тогда тут закончу? Ребятам было интересно познакомиться с таким регионом, как Якутия. Всем было приятно узнать новые для себя вещи, услышать новые звуки и прикоснуться к мировому шедевру Олон-Хо. Якутия покорила гостей. Национальные игры – это неотъемлемая часть культуры народа. Великое достояние, которое дано нам во владение. Якуты издревле вытачивали ловкость рук и выносливость через настольные игры. Хамыска или Хабылык не требуют активного перемещения игроков, наличия сложного инвентаря или специальных площадок. Вместе с тем, эти настольные игры очень увлекательны и полезны. В честь 27 апреля в Доме национальностей Санкт-Петербурга состоялся уже третий по счету турнир национальных настольных игр Якутии. Сегодня вы сможете соревноваться в наших настольных играх «Сабулык» и «Хамыска». Победителям будут вручены награды медальной кубки. Сегодня вас будут следить Ириева Елена Павловна и Ирина Павловна. И вам, Ирина Павловна. Правила этих игр стандартны. Две минуты на человека, 30 палочек и 5 камушков. В этом году турнир собрал более 20 человек. Отметим, что география игр значительно расширилась. Участниками стали представители разных уголков Якутии, проживающие в Петербурге. Специальным гостем турнира стал профессор из Китая Мэй Чуньсань. В «Хабылык» и «Хамыска» также сыграли участники из республики Тыва и Мордовии. Я узнала об этих играх от своей одногруппницы. И я уже успела поучаствовать в игре «Палочки». По-якутики я, наверное, не смогу правильно произнести название. Вырезать по две палочки. Сложнее всего было поймать из горсти палочек только одну. Бросаем палочки и камушки. Я с удовольствием принимаю участие. У нас есть подобные игры «Палочкой» только и все, а кубиков нет. Опыт взять хотелось бы с такутских игр. Очень интересно. Музыка. 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 Молодежь научилась играть, их уже не победить. Даже в прошлом году, кто участвовал из возраста, и те стали лучше играть. В Эльгельской школе-интернате у нас все свободное время, мы играли в вот эти игры. Поэтому как будто в детство впадаешь, в детское время вспоминаешь. В прошлом году второе место заняло, а в этом году вообще ничего не занимаю. Потому что все хорошо играть начали. Был в камушках, я там очень долго соображал, что ли, между этапами. Когда подкидываешь и собираешь по одной, а потом в следующий этап уже по два. Я первый раз играю, из-за этого мне было сложно. Я буду тренироваться и, надеюсь, в следующем году уже играю. В завершении турнира организаторы объявили победителей. В игре Хабылык почетное третье место заняла преподаватель СПБГУ, якутянка Надежда Харлампьева. Жительница Санкт-Петербурга Маргарита Котикова стала обладательницей второго места. И победителем в игре Хабылык стал Буртышок Вечел Матюревич. В игре Хамыска третье место заняла студентка из Якутии Анастасия Игнатьева. Второй оказалась Надежда Харлампьева. И победителем в игре Хамыска становится Марсимом Егоровым Иногентьевым. Давайте поздравим наших победителей и подарим аплодисменты. И на этом мы завершаем передачу Питерлайф. Желаем процветания родной республики, счастья и благополучия каждому ее жителю. С вами был Питерлайф. До новых встреч. Пока-пока.